По новым правилам бюджет оплачивает только основной перечень работ. Асфальтирование дворовых проездов, монтаж освещения двора, установка скамеек и урн. А вот детские площадки, спортоборудование, тротуары, в том числе ремонт резинового покрытия и ограждений, озеленение территории, парковки, ремонт тротуара, контейнерных площадок и ряд других видов работ, в рамках нацпроекта потребуют 20-ти процентного софинансирования от собственников помещений дома. Воронежцы уже давно оценили программу благоустройства дворов, активно в ней участвуют, контролируют ход работ, помогают своим трудом. Для вновь включаемых в программу объектов на федеральном уровне закреплено требование обязательном софинансировании части работ. Люди откликнулись на призыв участвовать в дозаявочной кампании. Часть собственников решили софинансировать дополнительные работы, часть ограничились основным перечнем. Однако некоторые воронежцы считают, что те работы, которые выполняются в рамках благоустройства дворов, делаются не совсем качественно. В прошлом году для жильцов дома номер 110 на Ленинском проспекте поставили новый забор и отремонтировали дорожное покрытие. Однако люди говорят, асфальт был бы ушным и его закатали вместе с мусором. Мы писали обращение, мы писали заявление в прокуратуру по поводу того, что разобраться, как же проводились работы и почему был положен такой асфальт, хотя мы должны были быть в рамках программы благоустройства. Нам ответили из управления Бережного района, что как положили, так и положили, но на следующий год, получается, теперь на 21-м мы вас включим. Собственно, вот недавно было на всех подъездах расклеено, ну, как бы план, что будет производиться. Вот, но никакого асфальта в этом плане, собственно, мы не увидели. Детская площадка, построенная пять лет назад, уже рассыпается. Забор из металлопрофиля. Зачем он здесь? Местные жители в недоумении. Конструкция, говорят, появилась в 2007-м. Правда, один раз ее все-таки убирали. Во время эстафеты Олимпийского огня семь лет назад. После вернули на место. Там, внутри, ну, не ведется никаких строительных работ, ничего. То есть, просто оградили кусок земли. Когда проводили здесь вот этот пронос Олимпийского огня, убирали. Оставалось пустое поле. Там ни яма, ни коммуникации, ничего. Постоянно ее превращают в общественный туалет. Ну, соответственно, кто близлежащий. Пивнушки. Воронежцы считают, что множество проблем во дворах остаются нерешенными и нуждаются в комплексной работе по благоустройству. В 2021 году власти отремонтируют на 43 дворовых территорий больше, чем в прошлом. На данный момент муниципальные контракты заключили уже со 133 дворами в 21 населенном пункте. Это город Бобров, Острогорск, Лискинский, Новоусманский, Калачеевский, Рамонские районы, Подгоренское, Каменское городское поселение, Росаш, Семилуки, Таловский район, Хохольское городское поселение, Эртиль, Нововоронеж, Порисоглебский городской округ и город Воронеж. Влада Голда, Ольга Ломакина, Валерий Бобкин, 41 канал.